Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Какие, если я все время нахожусь с бульдозеристом, там, где он находится вдали от деревни, я одного события не знаю, не слышу, но наши события тамошние, а они чего-то стоят для нас. Я все время записываю, где он работает, во сколько выехал, вот трогается с места, и далее он, допустим, 20 минут едет. Это все на наш счет. Счетчик работает, он же сидит, работает. Полторы тысячи за час. Вот он приехал, встал. Как считать мне? А что он встал? То ли по нужде на двор, то ли не ладится. Он не рядом со мной, спрашивать его не будешь. Смотрю только и все. Записал, если это не больше 10 минут, то как будто и не было ничего. Но если остановился в течение часа один раз, тут уже думаешь, что это? Вчера встанет, стоит. Запишу, 15 минут стоит. Дальше 15 минут работает. А медленно, медленно движется. Медленно, ступня за ступней так вот передвигай. Задняя скорость побольше. Опять встал. Еще не пойму. Опять стоит. 20 минут 30 записываю. Это уже, как мы договорились, что если заправка идет у него горючим. Вот в прошлый раз на заправку ушло сейчас 40. Пока он ждал, пока приехали. Я платить должен за это? Нет, конечно. Потому что я плачу за работу. Теперь. Выезжать он полчаса глину сбивал с него. Это что, мне какая польза от этого? Сбивал, не сбивал. Он приехал домой, машину заглушил там и начал сбивать глину. Но если он глину... Буду я платить за это ему? Он ночью сбивал один. Ну нет, конечно. Он и обязан технику обслуживать. Когда мы нанимаем такси, разве мы платим за то, что еще шофер дома был, пока там стекла мыл у машины? Так и здесь. А он ее там и сбивал в поле. Да мне какая разница? Он полчаса стоял. Я должен это высчитывать, подсчитывать. И вчера он встал и стоит. Я подошел. Он говорит там что-то. В одном месте сам подошел, попросил ломиком подержать там внизу. Отвисло какая-то коробка, чтобы болт закрутить. Вроде закрутил. Опять встал. Я ждал, ждал. Полчаса больше подошел. И он говорит, не могу я тут достать. Одно дело там нужно. Болт не проворачивается. Я говорю, ну хоть какая-то помощь нужна, скажите. Он сам не знает что. Потому что там внутри скрыто. Ну видно, что он знает где искать. Ну я говорю, если я поеду, скажу в деревню, то ладно будет это. Ну ладно. Я поехал. К Барабашам приехал. А Игорь со свадьбой-то. Он поехал не во вторник у них, молочный день в город. А в среду. Как раз среда была. Игоря нету. Я Теренть. Теренть и вышел. Уважительно сын его. Такое дело. Ну он говорит, я сейчас поеду. Надо разузнать, в чем дело. Может какую-то деталь надо заказывать. Я говорю, да ты не один поехал. И кто у нас еще разбирается в тракторах-то? Кинули тут. Ну никто. А Роман малыш. Я говорю, ты его возьми. Хорошо. Он тут же за ним заехал, взял его, и они поехали. Поехали. Там проходит время. Я прихожу к Роману. Я говорю, я когда уезжал, там лопату воткнул, на нее повесил костюм свой. Пиджак. Орванный. Ну, потому что меня до этого дождем промощило. Дождем. Я говорю, ну хоть маленькое провесить. А рядом взял с собой солдатскую палатку, лежит. Когда уехал, гляжу, опять туча находит, дождь идет. Я уже опять звонить. Звонить тоже для меня вопрос. Одни говорят, надо пока разрядиться полностью. Телефон. Другие говорят, можем в любое время. Как правильно, не знаю. Опыта нет никакого. Ну, раз говорят, то разрядиться. Пока одна черточка там стоит. Только выехал-то, черточка исчезла. Телефон сдох. Я не могу никак отметить, во сколько он остановился. Начало работать, и кто-то ко мне звонит. Узнал. Ответить не могу. Своих вызвать не могу. Теперь у меня все заботы. Как зарядить телефон? Как? А он едет дорогой гусеницы. Дорогу всю исхлистал. Ну, 17 тонн. Ехать невозможно. Ну, как поперек стиральной доски. Совершенно невозможно. А еще утром назначили, там, я понял, теперь Бутово. Сейчас бы 4 машины Бутово ко мне привезти. Сделать пошире на взъеме. А там солончаки. Терентий говорит, машина наша неподъемная, непроходимая. Она не пройдет. Ждать надо. Уже назначил 6 человек взрослых. Нашел шофером. Договорились. А Терентий все это шип сразу. Почему? Ну, прав. Он-то машину лучше знает, их машина. А там солончаки. А солончаки-то кисель. И машину оттуда не вытащить. Загородит дорогу. И бульдозер не пройдет обратно. Видите, одно на другое. Теперь договорился все-таки. Часа через 4 подсохнет Терентий. Согласился. Ну, так согласился неопределенно. Тоже не знает. Какая она будет? Ветер. Дорогу-то подветрило. А там-то на самом спуске вот этот кисель. Она... Я поехал, она ноги налипла. Шагать невозможно. А как машина выйдет-то? Да никак. Я теперь звонить надо, чтобы они не собирались, а договорились пораньше пообедать, чтобы не заботиться об обеде. Ты им сейчас выехать от Барабашей за камнем. А это не рядом. Это ломики. Надо ковырять из-под земли, доставать брошенное. Это все на день. Все назначено. К отменить. Отменить-то я не могу позвонить. Кое-кое-как с вершины забрался, брякнул. Володя. Это мы теряем. Что там Володя ему сказал? Отменить. Не ездить. Не выезжать за камнем. Потому что сразу застрянем еще один вопрос нерешенный. Который люди проблемой называют. Фух. Поганое слово. И вот теперь. Как мне сделать? Думаю, Никита в обед придет. Привезет обед. Я ему телефон отдам. Расскажу, где зарядное устройство. И как сделать ко мне зайти сюда. Они-то отдельно находятся. Я отдельно живу. Скворечники. А потом попросить его, чтобы он приехал. Опять. Никита. Более сильный. Это сколько работает? Так это надумался. Он пока работает трактористом. Я пошел по склону. Лога. Самый большой и основной лог. И нашел ягоды. Редкие. Для засущего года. Ягоды хорошие. Я поел. Принес трактористу. Этому бальдозеристу. Угостил. Он очень довольный. Но я говорю, да к чем мне? Сидеть около тебя? Да нет. Ну. Позвать-то. И вот они приехали. Я все вмещусь с одного темы на другое. Потому что они вклиниваются. Эти разговоры-то. И они тогда вернулись. Я опять к Роману. А тут в это время дождик опять прошел. Непрерывно идут. Маленько. Уже дождь. Прилежу. Им позвонил отсюда я. Чтобы забрали костюм. Палатку привезли. Роман с весом. Костюм-то у вас тяжелый. Вот так. Ну и Роман тощит зубила. Два зубила. Одно зубило интересно такое. По нему если промажешь бить, то по руке не ударишь, а такой как бы шайбы из какого-то мягкого материала по ней ударишь. Маленько. И вот поехали. Да он. Джип у него американский. Ну он слабенький такой. Ну похоже. Вот фильм Хиросима. Смотришь, как они едут на аэродром там американцы. Вот и мы так с ним. Ну только там открыт, а тут закрыт. Он на джипе прям лихащит. Ну и приехали до первого. Первый мостик проскочили, второй. Пошли к бульдозеристу. Он там копается. Он ему два этих грязные там в мазуте весь. И видно ветоши нет ему руки вытереть. А у меня ничего и нет. Ему надо теперь лезть туда, под низ. Под трактор проползать, как японские самураи, взрывающие танки. И там он на чем лежит весь грязный в мазуте. И дал ему эти два зубила и срубить болт толщиной в большой палец. Срубить. Я не знаю вообще, как можно срубить, если он вплотную. Вообще не знаю. Представить даже не могу. Другое дело, если он маленько бы вышел, туда зубила подсунул, а то нет. И он туда полез. Я тут маленько отошел, только вернулся к трактору-то. Ни тракториста нету Виктора, ни моего малыша Романа. Потом тот зашевелился, я подмоглянул, он там лежит, прополз как-то. Там маленькое пространство, прополз он. И там что-то приноравлюет, а потом рубить будет. А Роман ушел, гляжу, он по логу далеко уже ушел, ягоду ему сказал, где искать. Ну, я пошел к ягодке, к этой, и там маленько побыли. Тоже увидел возвышенность какая-то на высоком месте. И как это возвышенность? Подошел, замерил со всех сторон, ее делали бульдозером. Видно, что они лопатами. 7 метров шириной, 14 длиной на метр глубиной. Из 4 таких ямы углубления, которые сгрудили Землю в одно место. И она возвышается-то немножко совсем. Ну, представь себе, 7 на 14 умножь столько кубометров. Да умножь на 4. 74, 28, 90, 100, почти 400 кубов. И куда они делись, тут не пойму, земля-то там заросло. Видно, что это давно-давно было, может быть, полвека назад. А меня интересует, что же тут было? Если на насыпанную землю, то не поставишь. Геодезические вышки были там. Так и не понял еще. Вернулись. Тот, говорит, срубил. О, ну, а дальше-то что? Он даже завел его. Завел. Ну, и тут же погасил. Ему спросил. Я говорю, Роман, ты лучше слышишь. Узнай у него. Мне неудобно тревожить. Мы ждать его должны. И будет ли он работать, тогда я остаюсь. Нет, не будет, свободно. Ну, мы тут же сели. Но с Романом, поедайте, пошли по работе, где работали. И он насобирал этих корешков солодки. Охапку целую. И там у меня было сколько собрано вблизи здесь. Тоже ему отдал. Он довольный куртку снял, наполнил ее. И у него солодка теперь есть. А вернулись, когда меня заинтересовала солодка. А тут ребята фильм смотрят. Никита им показывает. Найти корень солодки его применения. Все, смотрели. Ой-ой-ой, да собирают в Киргизии тоннами. Ну, как это может быть? Что за машина там пылит? Не показано, как они собирают это. Отмывают его. Оказывается, они сажают его. И там переплетено все этим корнем солодки. У нас-то корешок один едва выкопаешь. А эта машина засевает поля. Это как хитро сделано. И продают его в Америку, написано. Там в Египет, где берут деньги, платят. И там они применяются в техническом. Пенные в огнетушителе. А лекарственных. Посмотрели тут. Он увеличил шрифты какие-то. И вот мы вернулись с Романом. И до вечера тут этот фильм-то досмотрели. Какой-то глупый. Я говорю, не нужен вам. Ну, что-то такое. Подсовывают. Ну, маленько посмотришь. Я содержание-то стараюсь узнать. Даже у Звягинца «Возвращение» фильм вот этот советуют посмотреть. Да что я смотреть буду? Я содержание узнал его. Ничего, ни одного шага евангельского нет. И время тратить детям. Мозги засорять или засирать не поймешь. Да зачем это нужно? Ну, и так вот до вечера. Это события дня, которые у нас здесь были. Лично вот со мной. Там отменить тут относительно даты, во сколько даты, то есть время выезжать за бутовым камнем. Три раза меняли. Ну, не успевает. Отодвигали после обеда. А потом совсем пошли тут дожди раз за разом. Видите, как... А городской житель ничего этого не знает. В окошко посмотрел телевизор. Здесь все на тебе отражается. Все. А тут еще бульдозерист. Он что-то там не доел. В обед-то приносят. Назначено каждый день. Готовят. Приносят. А мне не надо то другое. А эти поняли так, что не надо ему туда не везти. Я как узнал, так, Захал, да вы что делаете? У нас в договоре написано, что мы кормим его три раза в день. И возить он говорит, не надо мне сюда возить. Это не пойдет. Мы договорились. Единоличный, он не имеет права отменять это дело. А потом разговоры будут. Никита, а уже все, назначили тут сестра одна. И ничего нету. Да зачем же? Сейчас, мое, которое на меня назначено, я уже здесь сижу, выставьте за стол. Ну, не давай его там теребить. Мое, мне выставьте. Мне. Зачем вы беретесь за это-то? Ну, положено в бутылке, там было налито, что в бутылке подавайте. Переставь только из сумки ко мне. А ему сейчас же пойди и скажи немедленно, чтобы отдали, которое ему, и езжай. Будет, не будет, езжай. Настроение изменилось. Он сказал, может, в огорчении. И вечером, чтобы было. Они уже и на вечер тут не готовят, раз ему не надо. А он остатки, которые оставались, сложил, я вернул назад, принес им яйца. Варина. Я тут же их скормил собакам, яйца эти, и кошкам. Что я буду там теребить? Он пряники там все вернул. Видно, что неприхотливый мужик-то. Претензий-то к нему нет. А вы делайте свое дело. Будет, есть или не будет. Вы принесли, он не взял. Пусть стоит теперь до следующего, до обеда. Обед не стал, опять привозите, остальное заберете. Назад возвращайте и туда возите. Пока он от нас не уедет. Договор, договор. Да, да, нет, нет, а сверх того от лукавого. А тут одна девочка у меня. У нее как мания какая колотить гвозди. Она везде их наколотила, в каждую дощечку 20 с лишним наколотила. И там сделан, я назвал, шлем богатыря. Вода. Они туда давай кораблики пускать, а вода техническая, нам мытье посуды идет. Пришел, а солодка привезена, не мытая. Тут же сел с ними, давай быстренько перемыли на просушку. Найдем. Володя тут обкашивает. Вот. Гляжу, в окно сейчас за водой идут. А время уже 10 минут седьмого. Вот так Владимир Галендухин ведет их. Вот это наши события. Там поговорил до этого еще. Игорь рассказал, барабаш, как было у них там венчание, свадьба. Ну, все остальное до этого, за день раньше. А он с батюшкой тут прятался, немножко сказал, что и как. Встановка какая. Вот. У нас события, мы не знаем, ни отношения с Китаем, ни с Америкой. Только утром помолились. Ну, и днем, где и надо, я там помолюсь. Завзял, поехал, а чтобы не сидеть зря-то я сижу. С собой набрал там тряпок, иголку, нитку, ножницы, нож. Ну, я сижу, что не телесторогая, говорит, свистульки готовлю или подчиняю. Одежду на себе подчиняю, рукавички. Ну, рвется все-то, а я сижу, подчиняю. У меня все подчинено. Не люблю рваная. Пусть заплата будет, но есть. То есть, чем я занимаюсь там? Вот, сапоги отмыл, лепешки-то все солочековые отодрал. И нашел место, где все видно, меня видно. Отдувает и прочее. Пока я когда собирал, какие-то полусапожки придумали-то, срам один. Не говорим же, мы полушапка там, или полукостюм. Ну, и полусапожки. И в них все, грязь залетает туда. Я полз, и, видимо, кто-то заполз. Как в ногу ужалит меня, ужалит. До того больно я снял. Как будто змея какая, а змей-то и нету. Тарантул, тарантул, конечно, мог. Но гляжу, краснеет нога. Потом пузырь начал надуваться. Ой-ой-ой, где я опять все перетрес, ничего нигде нету. А тут об руку оперся. То ли проколол, то ли укусил. Кто, кровь течет по руке. Да сильно, давай отсасывать ее. А ничего, может, и нету. Может, просто от старой ободылье проткнул руку. А там, ну, может быть, какая-то живность такая, в сапоге-то перетрес. Это тоже для меня событие. Сразу с двух сторон меня вчера. И в руку, и в ногу. И левая нога, и левая рука пострадали. Посмотрел, поплевал с молитвой, перекрестил, и протер, и все. Шоферу этому трактористу сказал, бульдозеристу. Вот вчера, то есть позавчера, получается, там поднял он на сколько, больше метра. Ну, метр примерно. И вот это разгладил он, это маяк. И с него на нет надо вывезти. И с этой стороны, и с другой. А там много. Трасса же. А он пока идет, пока привезет. Вот, ну, за день, может, метров десять продвижка идет. А он, гляжу, везет, куда же он будет? Я ему сказал, в район только. Притуляй, а потом разгладишь. А он ее спихивает в отвал. И потом он мне объясняет, а как я буду кверху-то поднимать, если она узкая трасса-то? Ее надо расширить. А тогда, естественно, склон, падение с земли будет 45 градусов. Ну, как пирамиду нарисовать-то. Думаю, разбирается мужик. Так и есть. Она шире делается, работы много. И каждый день, это у меня первый день 20 тысяч платить. И полный день работал. Даже больше. Ну, представьте, это он неделю проработает, 6,2, 120 тысяч готовить. Я сказал, по телефону зарядить-то. Вот интересно. И раз, сломалось. Он меня отпустил, я приехал, успел зарядить. Ну, через два часа уже он у меня есть. И так дальше. Вот я думал, как, как, а никак. Тюк, и все. И ехать нельзя. И он меня отпускает, бульдозерист. Мои варианты разные были. А здесь один вариант. Ты свободен совершенно. И поезжай, и заряжай. Вот такие наши дела. Так. Ну, и показать наши ресурсы надо немножко. Хотя бы люди знали. Всего 4 ресурса. Вот, главное, я люблю очень мой мир. Теперь он далеко не тот. Тогда можно было на 10 тысяч посылать, двумя-тремя щелчками. Сразу 12 фотографий. Или там 5 тысяч знаков. Сейчас нет, это все в Корнале нет. Но и то хорошее он. Вот эта перекачка сейчас идет. Какое? Учите их жить. Вот перекинули. Видите, как уже перекачка идет. Ну, у нас дальше это ленточный наш православный форум. 1600 тем, очень большой. И видеоканал. Вот уже даже 15 человек, кажется, зашло. Даже 18 по одному. Меньше всего в Евангелии, где считают, люди смотрят. Вот такое. Ну, и православный во свете Библии. Библейский православный сайт. И тут вопросы-ответы. Я бы еще почитал вопросы-ответы. Но мне просто сейчас не дает этого никак. И на этом все сегодня.